Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! Рад вас видеть сегодня на моем вебинаре. Надеюсь, что меня хорошо слышно, и здесь проблем нет. В этой этапе перейду к делу. Ну, совсем недавно с некоторыми из вас мы встречались, презентуя наш проект «Открытые монографии». Свободный доступ к большой монографической коллекции, большой проект, рассчитанный на годы вперед. А вот сегодня буквально еще один подобный же контентный проект «Книжное ядро русской культуры». И здесь тоже речь идет о многих годах нашей работы, и это не последняя из таких приятностей наших новинок. Мы сейчас очень активно работаем над контентом, и это некий такой рубеж, более 150 тысяч книг, которые мы собрали, вот они, наконец, получают различное лицо. Это не просто вот наша общая, единая, базовая или другая коллекция, а это коллекции и даже целые библиотеки, рассчитанные на совершенно разного пользователя, задачи, функций. Вот, в частности, «Книжное ядро русской культуры» — это проект, рассчитанный на публичные библиотеки в первую очередь. Вот, ну, как всегда, будет с теоретическим обоснованием и с такой, я надеюсь, основательной идейной проработкой. Ну, «Книжное ядро» — понятие вы давно слышали, это не какое-то там проходящее метафора, да, это довольно базовое понятие библиотечной книговедческой науки. «Книжное ядро» — это неотъемлемая и наиболее устойчивая часть библиотечного фонда, включающая совокупность наилучших в идейном, научном, художественном отношении книг по всем отраслям знаний различного типа изданий. Ну, вот самое общее его определение, и оно довольно понятное. Вроде бы речь идет о самых лучших книгах, книгах, которые должна иметь каждая библиотека. Вот такая ясная и простая постановка задачи, а на самом деле это большое дело и поле настоящих споров. Тут можно и пойти совершенно по-разному к вот этой задаче. Лучшие книги и наиболее устойчивая часть фонда можно пойти с совершенно разных потребностей. Одна постановка задачи для библиотеки как формирования фонда, другая для издателя, третья для читателя, то, что читать. В общем, это такая вещь, которая интересует всех. Я бы обратил внимание на такие культурологические аспекты. Вот в частности у книговеда, библиотек веда Евсеева хорошее очень определение, ядро как своеобразная микромодель культуры, которая заключает в себе не только художественные произведения, но и известные труды величайших мыслителей, ученых, государственных деятелей. То есть те книги, которые живут веками и составляют наиболее устойчивую часть ядра. Вот мы вот всю эту идею проводим под девизом книги, которая должна иметь каждая библиотека. То есть нечто такое must-have. Ну а вообще это книги, тут я уже как бы философскую подоплеку бы подчеркнул, книги, которые содержат в себе код, генерирующий русское сознание. Вот, конечно, вопрос создают, генерируют ли книги нашу русскую культуру. Тут, может быть, кто-то может и поспорить. Но если вот мы вспомним, например, имя Пушкина, да, Пушкина, который был вообще не русским человеком, по большому счету. Вот на днях я слышал реплику Познера о том, что он не считает Пушкина русским писателем. Меня вот это вот тоже задело. Хотел посмотреть, почему? Может быть, потому, что вот у него африканские корни. Но Познер считает не поэтому, потому, что у него другая какая-то очень светлая поэтика, отличная от вот этого кода русской тоски, Достоевский, Вермонтов. Вот, может быть. Но действительно, согласитесь, вот Пушкин в нашем коде культуры, это такой один из столпов базисов. Это действительно код, который, проходя через нас, просто нас предопределяет. И Пушкин здесь не единственный. Вот, поэтому книговеды и библиотековеды, вот это вот понятие ядра, уже давно подхватили. А, конечно, основной теоретик и вообще наш столб, основательной библиотекой, российской библиотекой видения, книговедения, Николай Александрович Рубакин, вот он выпустил целый трехтомник по этой идее. Очень рекомендую прочтению вообще, к обладанию этой книги, среди книг. Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей. Видите, тут речь идет о книжных богатствах. Справочное пособие для самообразования, для систематизации и комплектования общеобразовательных библиотек, а также книжных магазинов. Вот, как видите, широкая, многоплановая постановка задачи. Ну, и вот эта книга, это его мысли Рубакина породила целую традицию дискуссий, которая тянется вплоть до сегодняшних дней. Вот я вам кратенькую библиографию простую по этому вопросу здесь скинул. Это вот такие известные имена, как Маркина. Ну, и, конечно, вот наш живой классик, уважаемый Юрий Николаевич Стеллеров, тоже неоднократно высказывался по понятию книжного ядра. Ну, и вплоть до сегодняшних каких-то дискуссий. Ну, вот с Рубакина бы очень кратенько я и зашел к теме, что означало это в его концепции. Ну, вы, те, кто хорошо знают, представляют Рубакина, напомню, что это основоположник нашей библиотечной книжной науки и по своему призванию он такой классик-просветитель, человек, который книгу трактует как основной инструмент органон знаний, развития культуры и вот всей просветительской миссии. Вот, и эта книга была написана в одиннадцатом году, то есть до революции. И, конечно, она отражала состояние книжного библиотечного дела до революции. Вот, конечно, это было другое время и по степени образованности населения, проникновения образования, но не думайте, что сильно отличалось дореволюционное состояние нашего книжного дела от сегодняшнего. Вот, когда я ознакомился с данными, может быть, в каких-то выступлениях я еще там это все приведу и сравнения удивительные покажу. По сути дела, на сегодня мы очень недалеко продвинулись от того состояния и по количеству библиотек, и по количеству изданий книг, то есть, да, это количественное превышение, но, знаете, не в десятки раз, и даже, может быть, не в разы. Примерно вот то, что Российская империя имела на населении всей большой Российской империи, сегодня примерно такие же показатели вот на территории России, которые там немножко меньше. Вот, так что не так-то все было плохо. Вот, и тем не менее, это вот эпоха становления наших великих авторов литературы, эпоха становления базы, баз, фундамента различных и, прежде всего, гуманитарных наук. Вот, и отсюда вот и вытекает его постановка задачи. Книжное ядро – это фундамент знаний в книжной форме. То есть, это самое ценное, безусловное, обязательное, которое нужно иметь, прежде всего, конечно, в библиотеке. Вот, он называет это минимум-миниморум. То есть, вот минимальный такой вот остаток, без него просто стыдно, не стоит называться библиотекой. Да, и с точки зрения образовательной, образовательной – это самое общее, что имеется, что должен тоже знать, как бы каждый человек, образованный человек. Это основа общего образования. Вот только за пределами вот этого вот костика, компендиума знаний, начинается какая-то специализация, уже разветвление. Вот его слова. «Все, что добыто знаниями и умом, все завоевания человеческих стремлений, знаний и воли, лучшие выражения этих проявлений человеческой души, необходимо искать именно в этом литературном ядре». Ну, вот такая философская доктрина, обозначающая некое обобщение человеческих знаний. Ну, тогда книга была практически единственным информационным таким носителем, и легко было уместить вот эти все знания, обобщить в виде книг. Ну, и он, прежде всего, пропагандирует ядро как основу общеобразовательных знаний, то есть связывает их с системой образования. Вот это его акцент. И еще один акцент – то, что вот эту задачу формирования и работы с ядром он ставит не просто для библиотеки, но и для издателя, то есть для всей книжной отрасли индустрии, и для школы, то есть для всей общеобразовательной системы. То есть это такая вот многовекторная задача. Ну, вот сформулировано представление как бы о самом лучшем, самым важном, а дальше пошли детали, и в них много очень споров. Не так-то просто это оказалось собрать, скажем так, сегодня нету понимания, что такое ядро, из чего оно состоит, вот до сих пор, потому что это очень, ну, скажем так, это философское понятие, которое, как всегда, неконкретизуемо. И тем не менее, вот дискуссии в книговедении продолжались с небольшими всплесками. И вот всплеск большой был в 60-е и 70-е годы на страницах периодики. Это советское время, и вот в данное время концепция книжного ядра была акцентирована в первую очередь на политике формирования массовых библиотек. Тогда вот был такой всплеск, и, конечно, задача была обеспечить эти библиотеки неким ядром. То есть, сугубо конкретно вопросы комплектования фондов. Вот еще из интересных акцентов вот той трактовки, это принцип партийности. Мне было немножко смешно. То есть, не просто ядро, как разумное, доброе, вечное, как было у Рубакина, но это вот обязательно должны быть самые прогрессивные книги, служащие целям развития человечества, борьбы рабочего класса и так далее. Так что, видите, ядро может быть и таким. И, скажем, Рубакин бы уже точно не согласился с такой трактовкой. Ну, и интересный момент тоже выделю. Юрий Николаевич Столяров определял ядро как вот такое вот самое зерно, что называется, в библиотеке. И оно должно составлять небольшую ее часть, 5-10% фонда. Дальше уже можно расти в разные стороны. Вот. Тем не менее, вот, когда пошла дискуссия, стало понятно, что это очень такое ускользающее понятие, не так-то просто его и сформулировать, и не так-то просто в политике формирования фонда его преследовать. Вот, например, возникает вопрос, а как быть специализированным и научным библиотекам? Да, там, историческая библиотека или иностранка, или еще какие-то специальные организации, как вот им относиться к своему ядру, и нужно им ли ядро вот такое общекультурное. Да, и здесь тоже были свои решения, и это тоже было связано с развитием и разветвлением книжной индустрии. В частности, книговед Чернолузский по-другому переформулировал, начал говорить о комплексе ядер, что существует комплекс ядер, например, ядро научно-популярных книг, ядро капитальных научных книг, дополняющее первое, ядро элементарных научных популярных книг, предназначенное для широких читательских кругов, ядро художественной культуры, комплексное ядро для детей и подростков, то есть уже концепция многих ядер. Да, если мы еще приближимся к сегодняшним нам проблемам, спросим, а как быть с книгой как формой развлечения и отдыха? Вот сегодня эта функция книги наиболее очевидна и даже, мне кажется, превалирует перед функцией продвижения знаний. Вот книга прежде всего для такого культурного досуга. И вот этот вот аспект ведет понятие ядра совершенно в другом направлении. В наши годы, в 2000-е годы произошло книжное насыщение, уже вопрос о таком ядре самом базовом не очень не стоит, но зато он обострился в связи с трудностью выбора из очень многообразного большого книжного потока. Что выбирать, что лучше, что хуже, это всегда очень сложный вопрос. Вот, и один из акцентов, даже я сказал ключевой акцент, который сегодня ставится здесь, это соответствие читательскому интересу, а не вот знанием как таковому. А читательский интерес сегодня, как вы знаете, перемещается от просветительских ценностей, знания, к бессерверам, то, что Рубакин называл злободневными вопросами, то есть довольно частной литературы. И вот этот сдвиг, он на самом деле определяет очень много, если мы поставим вопрос Донцова или Толстой. Да, вот с точки зрения знания ядра, конечно, Толстой, а с точки зрения объема чтения, то, что читатель читает, то, что он спрашивает в библиотеках, то Донцова там стократно, тысячекратно превышает, ну, на мой взгляд, во всяком случае, из книжных продаж, продажи книг Толстого. Вот, то есть ядро сегодня часто трактуется как то, что находится в центре читательских интересов, а читательские интересы, они такие, как шлюпка, они скорее такой вот литературы, не фундаментальной, не той, которая там определяет русскую культуру в ее глубине. Вот, и еще один импульс для дискуссий по вопросам ядра, начиная с 2010-х годов, это формирование фонда электронных книг нашего национального, да, и наполнение национальной электронной библиотеки, тоже вокруг этого вопроса очень много шпаг бьется, создание модельных библиотек, в общем, это снова поднимает актуальность вопроса ядре. Ну, и вот я бы хотел все-таки акцентировать на то, что за сто лет все-таки довольно сильно изменилось в библиотечной книжной отрасли, и мы должны эти акценты и вообще уловить эти изменения. Ну, произошло пресыщение образования, да, все теперь более-менее грамотны, при перенасыщении информационного книжного рынка, это вообще в чем-то проблема и библиотек, в том числе практически все книги более-менее доступны, и причем они недорого доступны, и не обязательно перейти в библиотеку, чтобы эту книгу найти, вот отсюда некоторые кризисы традиционных библиотек, и вообще кризис книги, перестают читать книги, и уже вот это ядро-то не особо-то и спрашивают, не каждый там из него что-то и читает, вот, и я бы назвал еще особую проблему изменения, которую я посвящал не одно из своих вебинаров, распалась связь времен, вот та просветительская знания платформа, о которой говорил Рубакин, на котором строилось мировоззрение современное, сегодня оно расщепилось как льдино во время половодия, и уже на каждом из этих осколки мировоззрительственных строится самостоятельная цивилизация, а все вместе я это определял как постцивилизация, постмодерна, в котором ну вот эти вот блоки могут быть вообще не скреплены между собой, то есть фундамента нет и он не нужен, такой проблемы не стоит. И это проявляется во многом, буквально в двух штрихах, во-первых, в современном образовании, оно уже постепенно ставит задачу не обеспечить всех основами знаний, а просто научиться сопрягать знания, получить такие компетенции оперативного управления знаний, находить оперативные решения задач, оперативно ориентироваться в знаниях, то есть больше такой менеджмент знаний, чем овладение базового фундамента. Вот, поэтому все меньше очевиден массовый спрос на базис знаний, но это как раз и порождает обратную задачу и силу, если все менее очевиден вот этот массовый спрос на базис знаний, то этот базис должен кто-то компенсировать, то есть тем важнее для стратегического мышления нашей культуры обеспечить его наличие, иначе оно просто пропадет, если мы пойдем за массовым спросом и будем его только удовлетворять, то очень быстро вообще все провалится, поэтому я считаю, что библиотеки это как раз в первую очередь институт заботы о преемственности культуры и то, что ушло из массового сознания должны обеспечить как раз такие фундаментальные государственные институты, как библиотека, вот, поэтому проблема фундамента никуда не делась, есть какие-то там заменители, вот скажем Википедия или библиотека Машкова, это тоже вот некие решения, там типа есть все, что нужно знать вот так в далеком приближении, но ясно, что они не могут решить проблемы и какова наша цена, если мы вот такие ключевые культурологические задачи переложим на Википедию и библиотеку Машкова, да, наверное, надо посерьезнее какие-то силы туда бросить, вот, поэтому политический разум определяющий задачи и смысл библиотечной системы, как мне кажется, должен озаботиться решением проблемы книжного ядра, книги, которые должны быть у всех, и вот тут я здесь вкропил такую вот шпильку, да, потому что я, например, не вижу вот этого политического мышления в тех, кто рулит нашей библиотечной отраслью и не вижу самих, ну, самой жизни библиотеки. Мы работаем с публичными библиотеками и вот мы видим, например, очень часто вот в плане работы, в плане электронных книг, что публички довольно охотно идут в литрес и там сотрудничают с ними, да, литрес, который как раз ориентируется на массовый спрос, да, а нам вот отвечают, что там нет спроса, не читают читатели, да, так что вот все деньги ушли на литрес, вот, и тут реплика не против литреса, да, против тех книг, которые мы предоставляем читателям, и за что мы несем ответственность, да, вот про литрес тоже читал, ничего плохого не скажу, но скажем, это один из источников всплеска порнографической литературы, потому что ее нету в книжных магазинах, а там вот она есть, и там она просто на первых местах, это я вот читал буквально из обзора на днях, вот, ну, давайте ориентироваться на массовый спрос, и вот такую литературу, так же, как это делают ресурсы, подобные литрес, вот, а разумное, доброе, вечное, ну, скажем так, что оно нам не нужно, вот это один из векторов вот этого политического мышления, который сегодня, я считаю, доминирует, вот, или другой подход, коллекция, концепция РНБ, это тоже вот всплеск этой дискуссии, да, вот, Ирина Всеволода и Демиллер сошлись на нее, вот, они проводили такой экспертный опрос книги, которые нужно обязательно иметь в модельных библиотеках вот это книжное ядро, и пришли к выводу вот о том, что это книжное ядро состоит из трех тысяч книг, из них русской художественной литературы, они назначили 1200 книг, зарубежная сюда тоже входит художественная литература, тут тысячи книг, литература стран СНГ, 100 книг, и отраслевая литература, то есть нонфикшн, 1200 книг, вот такое вот ядро у нас скромное для российской культуры, это еще не самый скромный вариант, вот недавно вы тоже наверное в курсе вышли, проект НЭП для школы, школьная библиотека НЭПа, она включает вообще тысячи книг, вот тысячи книг получите, имейте, и вы уже культурные люди, вот я считаю, что это редуцирование проблемы, ведь невзирая на стремительный рост книжного контента, на дифференциацию знаний, книжное, понятие книжного ядра, оно редуцируется до концепции книги, которую должен прочесть каждый, вот эта концепция, да, может быть осилить может человек там не больше тысячи книг, вот, но эта концепция, я считаю, совершенно альтернативна тому, о чем говорю я, и почему, конечно, книга может охватить целую культуру, и она это делала, и вот то, что мы называем эпоху устной знаниевой культуры, когда книг практически не было, вот, одна книга способна была нести весь код этой культуры на протяжении тысячелетий, и это книга Библия, да, книга, которая вот определила христианско- иудейскую цивилизацию, и это ее большая заслуга, кстати, аналогичной по значению книги является Ильяда и Одиссея и Гомер, ну, скажем, две книги, в течение шести столетий это, эти произведения распространялись в устной виде, потом в шестом веке до нашей эры были, наконец, записаны в Греции, еще определяли почти тысячелетия основы культуры античной, да, то есть вполне аналогично силы одной книги аналогичной Библии, которая несет всю культуру, ну, вот, можем и к этому перейти, это еще меньше, чем тысячи книг, но потом началась у нас эпоха письменной знаний о культуре, и здесь для меня ключевая фигура, я тоже уже не раз говорил, энциклопедия Дидро, вот это тоже символ книжного ядра в новое время, то есть та задача, которую можно решить было технологически в письменном виде собрать компендиум всех нужных знаний, и вот этот именно символ, он и нес себе код европейской цивилизации нового времени, то есть книгу знаний многообразно ветвящуюся в саду наук, все-таки это уже был сад, уже Библией там никого не научат, потому-то и перестали мы быть средневековым, потому-то не только Библия стала, а вот эта книга многообразия книг знаний ветвящаяся в саду наук, или другими словами библиотека, и тем не менее эта эпоха тоже у нас уже за спиной, а перед нами цифровая эпоха, и в ней книга знаний переживает тоже глубокое изменение функций, но она вообще перестает быть тем, чем была для нас всех, и многие из своих ключевых задач, о которых говорил Рубакин, передает другим форматам, в частности функцию просвещения ознакомления первичного поверхностного книга передает видео формату, и все убегают туда, а функцию образования книга во многом передает онлайн курс, не так очевидно, но тоже постепенно сила книги перетекает в эту сферу, справочную энциклопедическую функцию книга передает интернету, в частности википедии, и мы уже видим, что практически не издается у нас энциклопедия и справочников, но и вообще базовую функцию, которую несла библиотека и книга, функцию хранения знаний, и эту ключевую функцию книга передает в данном случае уже вообще цифровой инфраструктуре то, что мы связываем с электронными библиотеками, то есть для хранения знаний уже не обязательно книга, вот эта наша цифровая инфраструктура вполне с этой задачей справляется и мы это будем видеть все более очевидно, и тем не менее есть функции, которые книга оставляет себе и в первую очередь эта функция она конечно не связана с бумагой хотя бумага здесь тоже играет роль это функция концептуализации знаний построение логики мышления я с вами разговаривал вроде устно мы с вами перешли в пункт номер 2 и 1 видеоформат онлайн курс но то как я концептуализирую я смотрю на презентацию на текст я концептуализируюсь с помощью текста вот без текста логики не существует без текста все рациональное построение разума все очень разрушится а текст строится на книге и более того разрушится наша способность к абстрактному мышлению потому что книга это лаборатория абстрактного мышления это место куда чувственное эмоциональное мышление просто не дотягивается и вот сегодня вместе с кризисом книги библиотеки наблюдается кризис абстрактного мышления мы мыслим все площе все проще да и это неизбежный процесс такого опрощения к сожалению это цена которую мы платим за то что выбрасываем книгу на помойку и наконец еще одна функция обязательная для книги история мышления хранения текстов и творческих литературных произведений как самостоятельной культурной формы да это тоже без книги роман Достоевского как бы не придумаешь не напишешь не воспроизведешь вот то есть остались такие базовые культурно культурогеничные функции которые книга несет и будет нести но уже вот не в таком объеме вот и тем не менее понятно что мы находимся сейчас в эпохе цифровой знаневой культуры который совершенно другой ландшафт имеет совершенно другой инструментарий и надо понимать что дает цифра и что она отнимает с точки зрения сохранения доступной доступности знаний и я бы это определил так что вся вот эта цифровая инфраструктура которую мы имеем компьютеры все эти сети интернет жесткие диски и так далее оцифровки вот эта вся цифровая инфраструктура она сегодня несет себе традиционную функцию библиотеки а именно функцию подручной технологии обращения к знаниям википедия интернет там библиотека это все инструмент с помощью которого мы можем облегчить свои мозги а иметь просто под рукой и в случае чего посмотреть вот в прошлом нашем вебинаре я более подробно останавливался вот на этой технологии сочетания искусственного интеллекта и естественно чем нам помогает и как воздействует вот эта цифровая среда вот ну так еще раз скажу совершенно по-простому мы часть знаний которые раньше называли носили в голове и как раз называли его базисом мировоззрением ядром книжным мы это просто вот появилась возможность вынуть и вот засунуть в интернет наша голова пустая там стало пустее там уже ветер может летать и молодежь как раз нам демонстрирует вот такие особенности вот а то что мы называли базис вот если надо ну вот здесь под рукой вот при этом сто лет которых я говорил мы все-таки занимались наукой чем-то занимались и вот эти изменения в частности выражаются в том что фундамент знания которым я говорил ссылаясь нарубакин значительно расширился это уже вот не тот общеобразовательный российская империя общеобразовательный фундамент тут уже есть и квантовая механика и знания иностранных языков которым должен владеть любой современный человек это более высокий критерий образованности 50 процентов у нас с высшим образованием то есть ясно что фундамент знаний это немножко другое дальше дерево и вот это дерево знаний значительно дифференцировалось если это раньше были какие-то базовые предметы вот один философский факультет в себя включал историк философский истории филологии философии все на одном факультете вот и так сейчас понятно что уже там десяток факультетов на этом месте образовалось вот и поэтому в понятие ядра включается способность к навигации самообразованию чтобы вот эта дифференциация была под контролем чтобы можно было перепрыгнуть из одного места в другое внутри ядра ну и третье то что просветительская концепция сменилась концепцией самообразования и для этого и нужны книги которые под рукой то есть если сейчас постановка вопроса такая у молодого человека и вообще у любого если я чего-то не знаю то я могу это очень быстро изучить мне не надо заканчивать там университет и год это изучать я то что тот вопрос должен уметь в течение там прочитав пару книг или статей уже понять что о чем и вот вот этот вот открытость к самообразованию она действительно впечатляет как мне кажется сильно изменился современный человек да он готов учиться все время да он готов отказаться от базисного вот этого знания фундамента мировоззренческого но при этом готов все время учиться каким-то там мелочам деталям менять профессии и так далее вот это такое интересное мне кажется антропологическое наблюдение вот и для того чтобы вот эти три пункта все стали возможны должны существовать книги которые под рукой то есть книги которые должна иметь каждая библиотека ну и вот к критике той концепции национальной библиотеки о которой мы говорили вот три тысячи книг это книги витрины национальной культуры то есть их нужно прочитать каждому но не каждому они будут интересны а вот то о чем мы говорим мы как о ядре мы исходим из того что чтение не является критерием ядерной коллекции не только те книги которые мы должны прочитать это те книги которые нужно иметь под рукой да и в случае необходимости обратиться и конечно их гораздо больше не три тысячи а по моему убеждению не менее ста тысяч хороших качественных достойных книг по разным предметам и вопросам вот и поэтому это задача как бы ядра и фундамента знания если раньше она относилась к человеку чтобы он успел это ядро в своем образовании получить вот сейчас это это скорее вопрос к библиотеке эти книги обязаны иметь каждой библиотеке чтобы дать доступ любому человеку в момент когда они ему понадобятся ну вот я достаточно много говорил о самом понятии гораздо дольше чем думал что мне это потребуется но теперь перейду к нашему проекту вот надеюсь как всегда что тут можно будет быстро скакать от одного слайда к другому вот ну во-первых подчеркну что вот эта тема которая сегодня она не случайно в нашей программе вообще мы с нее начинались и этот слайд посвящен тому с чего начиналось наше издание с так называемой электронной библиотеки директ медиа если кто помнит где-то 25 лет назад когда только вот диски возникли наше издательство и наши немецкие коллеги директ медиа паблишинг начали издавать вот такие антологии и хрестоматии на которых загружать сотни книг сразу это тогда было сенсационно хорошее было дело но и уже тогда это была именно программная установка собирать книги которые самые ценные самые нужные поэтому вот 20 лет назад была запущена наша программа собирания книжного ядра за это время подобраны и изданы нами около 50 тысяч книг тогда это было 500 компакт дисков и мы эту работу ни на один день не прекращали поэтому вот даже если сравнить нас с национальной электронной библиотекой в которых входят все все библиотеки в том числе республиканские краевые со своими огромными коллекциями вот мы конечно несопоставимы по ресурсам но 20 лет мы оцифровываем и с помощью экспертов выбираем лучшие книги которые составляют это ядро и вот теперь покажу не просто что это вот некий набор множества книг а что это структурировано довольно интересно структурированная коллекция что входит в книжное ядро ну во первых вот этот проект он у нас будет расположен на платформе библиотека нонфикшн то есть платформа для публичных библиотек и основную его структуру составляет два две ветви состав а авторы флагманы культуры которые входят в пантеон книжной культуры то есть персоны да персоны вот это наш эксклюзив ноу-хау и второй конечно книга знаний то есть книги охватывающие базовое образовательное пространство современного человека вот здесь указана ссылочка по которой расположена эта коллекция начнем с персонали и персон творчество великих людей конечно вот это мне кажется более базовая метрика отсчета для определения вот границ ядра чем просто книги те кто знаком с нашими ресурсами знают про этот наш сервис именитые ученые и писатели вот здесь собираются сочинения полные тексты около двух тысяч авторов это вот выбранные нами имена тех кто должен содержаться в каждой и быть доступен в каждой библиотеке то есть это некая энциклопедия имен авторов с полными текстами никакой другой энциклопедии с полными текстами в природе больше не существует и опять-таки она довольно разветвленная это не просто вот перечень двух тысяч имен один из блоков этой коллекции российские академики вот эту часть мы создавали совместно с академией ран электронной библиотекой научные наследия россии то что вот они собрали по академикам оно включено в нашу коллекцию то есть собрание российских ученых и академиков ну а основной конечно массив это собрание сочинений вот этих ученых и писателей это скрупулезно собранная информация в ней вы найдете и краткую справку о писателе и дополнительную информацию из разных энциклопедий которые мы тоже собирали и постепенно собирающиеся публикации видите вот этом синим списком синим списком обозначены книги которые у нас есть в ЭБС да черным те которые мы еще не докомплектовали вот мы постепенно идем потому что вот эти вот люди которые создали нашу цивилизацию культуры чтобы они здесь были представлены полностью своими книгами но не только так сказать авторы здесь есть еще самостоятельные такие блоки например имена России великие люди России здесь уже литература собрана о них биографии мемуары вот например Гагарин или Лев Яшин или Сергей Королев это тоже люди о которых должны быть книги вот таким образом вот познакомьтесь с нашей коллекцией великие имена а дальше уже идем в основном по книгам и книжным коллекциям и опять-таки презентую вам нашу старую старый достаточно проект который вот восходит к началу нашей дисковой оцифровки библиотека русской классики когда мы поставили цель по нашим ключевым писателям собрать собрание сочинений вот на сегодня это более 30 выдающихся писателей поэтов и о каждом из них вы найдете не только максимально полное собрание сочинений но и литературную критику о нем и даже по некоторым мультимедийные и аудио визуальные материалы в том числе аудиокниги так вижу немножко обрывается так следующий такой блок пласт нашей коллекции так называемой книжной тематической коллекции это более 100 коллекций по ключевым темам русской культуры это подборки в которые собраны лучшие книги по данной тематике от 30 до 50 книг довольно разные тематики вот в частности по династии романовых мы собрали очень большой массив интересной литературы да но и вот эти как раз коллекции они там еще могут бесконечно расти это очень похоже на библиотечные витрины вот ну постепенно мы как бы заполняем вот весь вопросник который связан с русской культурой ну например полное собрание русских летописей да практически вот 31 том полного собрания русских летописей он оцифрован и у нас представлен в нашей коллекции вот опять таки наверное каждая библиотека должна иметь вот этот вот кладезь золотой фонд научной классики это опять таки крупная тематическая крупная коллекция связанная с классикой науки сюда входит около шести тысяч книг по разным направлениям науки в том числе естественное знание и гуманитарной науки вот очень крупный блок связан с философской классикой сюда вошли истории философии и полная коллекция философских трудов от античности до современности то есть более десяти тысяч изданий философских трудов которые конечно же имеют неисчерпаемую ценность но еще больше объем интересности коллекции связанной с историей здесь у нас около двадцати тысяч книг по истории и совершенно с разными аспектами и документы и собрание сочинений и различные подборки вот здесь некоторые перечисленные историки средневековой Европы или истории Украины истории античности Византии и так далее вот опять-таки то что мы относим к фундаменту и ядру базе знаний священные тексты мировых религий они у нас все представлены и Библии и Коран и различные святоотеческое наследие писания и комментарии к Библии в том числе и под редакцией Мени и еврейская литература то есть по мировым религиям и культурам лучшие книги созданные за столетия большая коллекция связана с искусством тут есть у нас и арт библиотека как вы знаете ну и много вот таких вот тематических подборок великие художники музыкальная классика в частности вот напоминаю альбомы Великий музей мира нашего собственного издательства Бессмертная коллекция более 50 ключевых мировых музеев в цифровом виде дальше целое направление связанное с краеведением и здесь у нас несколько самостоятельно подобранных коллекций скажем Москва видения книги вы видите здесь Петербурга видения это совместный проект с Санкт-Петербургской библиотекой Маяковского Уральская библиотека в общем вот этот краеведческий сегмент им занимаются многие библиотеки поэтому мы приглашаем вас к сотрудничеству если вы вашу коллекцию разместите у нас она станет доступна всей стране это продвижение вы только выиграйте от такого размещения в общем это литература о самых дорогих уголках родины еще вот различные интересные коллекции например связанные с историей типографической истории азбука и букваря в каких формах у нас печатались азбука вот это тоже и древолюционное и советское время собрано около 50 по-моему различных изданий букваря так что вот такое можно здесь найти находочки или какие-то культовые издательские проекты нашей родины например жизнь замечательных людей серия которая основала издатель Флорентий Павленков вот его первоначальная серия в которую входило почти 200 книг полностью представлена у нас в этой коллекции а дальше уже пошло с горький ЖЗЛ и в общем-то эта серия продолжается и сегодня вот не только вот чисто знания и фундамент знаний да здесь и художественная литература вот прежде всего в этом ядре классика приключений для детей для юношества здесь путешествия приключения сказки народов мира то есть лучшая художественная литература представлена в нашей коллекции современной мы уже не гоняемся Акунин Донцова вот этого уже у нас нет вот и вот например лучшие сказки мира разных народов 450 сказок собрано у нас в рамках единой коллекции всех и народные сказки и авторские сказки различных переводах вот такие достаточно полноценные богатые очень интересные коллекции они просто у нас десятками располагаются внутри вот этой нашей библиотеки ядра вот и вы кто любит книги можете там порыться и найти и предложить сами много интересного ну а еще пару слайдов касательно профессиональный блок это уже литература специализированные да и опять-таки столпы российской науки да мы здесь собрали подборки тех ну прежде всего в гуманитарной области да чьи труды имеют бесценное вневременное значение историки Ключевский Соловьев Карамзин и так далее литература Веды Белинский Добролюбов Герцен и так далее Шкловский философ Соловьев Бердяев Бибихин Бахтин это все мы постоянно собираем для настоящих профессионалов вот соответственно и предметные коллекции да базовые книги по предметам по русской литературе богословию педагогике искусствоведении но прежде всего это классика гуманитарной книги у нас собирается помимо вот книжного такого состава лучшей книги документы да вот например полное собрание законов Российской империи огромная коллекция да вот она у нас вся собрана можете пользоваться вот или различные издательские проекты интересные ну например вот новые в лингвистике культовые советские проекты собирающие по языкознанию в течение десятилетий ключевые труды мы были одними из самых сильных в мире в языкознании вот или другая категория историки без сцентукзуры здесь мы собрали историков которые в советское время наоборот были запрещены подцензурные и не издавались да вот сегодня их можно всех с ними познакомиться и свободно читать вот или вот такие вот категорийные эпохальные коллекции как византийская историческая библиотека здесь собрана и историки византии и сами труды византологи и сами труды оригиналом в русских переводах вот или совершенно актуальные коллекции например история парламентаризма в России да что как нет как это начиналось по боярской думе по формированию государственной думы то есть очень много интересных исторических трудов и материалов в общем очень разные экспертные коллекции вот ну а помимо книг и книжных таких вот подборок мультимедийный формат который тоже у нас активно присутствует в частности аудиокниги более четырех тысяч аудиокниг бестселлеров прежде всего и художественной литературы и нонфикшен и здесь мы ставим цель сформировать коллекцию более десяти тысяч книг и это все тоже книжное ядро вот ну и в частности один из интереснейших наших проектов который здесь включен это чтение с помощью искусственного интеллекта вот создание аудиокниг через синтезатор где мы озвучиваем книги которые скорее всего никогда не выйдут с дикторским чтением да это как правило малотиражные но тем не менее это высокозначимые наши вот базовые книги для наших культур истории мемуары философии дальше переводика да и здесь я думаю вам будет интересно архивы журналов создававших русскую литературную культуру наш современник Нива Золотое Руно вот эти журналы мы постепенно собираем вот уже достаточно много собрано но здесь мы как раз приглашаем к сотрудничеству это огромная работа и если вам интересно давайте если у вас уже есть такие коллекции полные журналов давайте собирать вместе и тоже чтобы это представлено было на нашей платформе вот и чистые мультимедиа шедевры музыки ноты карты в частности музыкальная коллекция настоящих музыкальных произведений величайших в формате mp3 музыкальной классики исполняет исполнение литературных музыкантов это уже не книжная коллекция это музыкальная коллекция 700 произведений опять-таки входящих в понятие ядра вот и то же самое в понятие ядра входит и ноты и тут у нас нотные коллекции созданы около тысячи нотных произведений музыкальной классики и наконец раздел архивы документы здесь уже то что не специально книжный вид имеет ну или в частности книжный как раз фолианты лучшие издания российской эпохи да вот вы их видите вот эти вот издания великокняжеская царская охота на руси Кутепова древности российского государства солнцева или коронационные альбомы это эпохальные издания которые там размером стол часто с цветными литографическими иллюстрациями каждый из них в бумажном виде стоит сотни тысяч рублей некоторые вообще недоступны ни в одном полном виде в частности коронационные альбомы вот вот это мы именно такие вот фолианты собираем в цифровом виде и они тоже доступны в нашей коллекции ядра книжной культуры но в частности древности российского государства вместе с дополнительными материалами это тысячи практически страниц вот такой высококачественной уникальной печати это все можно мог себе позволить только императорский двор такие книги их было очень мало вот или другой документальный уже проект скажем собрание сборников исторического и географического общества это очень качественные литературные источники больших объемов которые выпускались на протяжении десятков лет императорским историческим обществом это тоже у нас собрано в виде отдельных коллекций вот уже подходит мое время к концу ну и я так думаю сумел показать некий грань нашей коллекции как вы видите здесь чувствуется вот эта работа нескольких десятилетий уверяю вас что никто из наших коллег ничего подобного вряд ли может представить ну просто потому что мы работали над этим 20 лет и еще раз подчеркну мы не просто ЭБС да как у нас сложилось на рынке а мы по сути дела единственная электронная библиотека и отличает нас прежде всего как раз то что у нас не только собрана учебная литература это конечно наш основной бизнес но как вот вы видите собрана огромная коллекция монографической литературы в виде сейчас представлен в виде проекта открытая монография огромные пласты классической литературы тоже в различных форматах в том числе золотой фонд науки мультимедийные ресурсы включая музыку даже включая цифровые карты видеоресурсы интересные базы данных библиотеки собраний сочинений то есть вы видите что это ну и наша миссия наша концепция быть прежде всего библиотекой а не интернет магазином там учебных изданий вот и на основе вот этого вот массива огромного с умом подбираемого мы и формируем наши отдельные контентные проекты вот помимо книжного ядра который я сегодня представил у нас строится ресурсный центр иностранных языков арт библиотека вот этот вот обратите внимание уникальный ресурс с именитыми учеными тоже нет совершенно аналогов то есть здесь как мне кажется совершенно неповторимые работы которые во всяком случае никто у нас в стране в этом виде никто больше не проделывал вот и делаем мы это не одни понятно что если бы мы делали одни мы бы только собирали какие-то там бесправные работы нет там мы видели очень много и правной литературы и литературы созданной другими издательствами вот поэтому эта библиотека она не открытая на денежной основе ей можно пользоваться но сюда входит очень много и правного контента очень качественного контента наших партнеров издателей вот и то что мы вам представили это не уже не точка это развивающаяся коллекция и мы активно занимаемся ее продолжаем строить во первых создаем новые темы коллекции подключаем сюда экспертное сообщество приглашаем сотрудничеству и библиотеки размещаем библиотечной коллекции с удовольствием и даже более того если вы пользуясь нашим ядром книжной культуры не найдете каких-то культурно значимых книг пожалуйста обращайтесь вот у нас есть сервис e-corsar это поиск книг по индивидуальным заказам мы эти книги найдем и предоставим в бесплатном или платном режиме в нашу коллекцию по вашей заявке вот ну а теперь последняя страничка режим доступа объясню как я сказал книги ядра книжной культуры они все включены в состав библиотеки нонфичной те кто пользуется библиотекой нонфикшн получат к ней полноценный доступ и соответственно со всеми правилами этой библиотеки напомню что там вы вносите некий аванс если вы не пользуетесь книгами скажем то вы и не истрачиваете книги если вы ваш читатель заказал там обратился к одной книге значит вы эту книгу приобретаете практически бессрочно на весь срок работы с нами то есть существующего договора с директ медиа вот и вот практически за какой за небольшой аванс вы можете получить подписку то есть доступ к этим книгам а дальше уже пользоваться исходя из активности своих читателей вот но это один аспект который был всегда у нас да знаете а вот еще такой специальной модели которые думаю заинтересуют публичные библиотеки это режим приобретения насовсем файлах pdf то есть вот эти вот книги книжной коллекции в своем большинстве вы можете приобрести полностью себе в виде файлов здесь несколько таких рубрик вот коллекция книжное ядро русской культуры это около десяти тысяч книг коллекция библиотека русской классики около восьми тысяч книг коллекция золотой фонд научной классики шесть тысяч книг то есть эти книги вы можете приобрести не на нашей платформе а в полную собственность вот но это разумеется уже немножко другие деньги но здесь у нас уже есть такие покупатели вот скажем балтийский федеральный университет именно канта он приобрел две такие коллекции и теперь это их собственные коллекции можно пользоваться у них в их университете вот так что вот такое вот ноу-хау думаю что это может быть интересным ну что ж вот мы подошли к концу но я постарался вам и теоретически обосновать что такое ядро почему оно собирает книги которые нельзя потерять и саму угрозу вот этой потери если мы положимся на библиотеку Машкова уверяю вас многие из них как какое-то время будут просто потеряны вот обращайтесь если вас заинтересовало будем с вами сотрудничать в разных форматах вот сейчас посмотрю есть ли у нас здесь вопросы вопросов вот таких специальных нет посмотрю были ли у нас презентацию вы можете скачать да был видно пробелы со звуками надеюсь не так вот что сильно есть так ну вот да такая прекрасная была презентация без вопросов ну что ж большое спасибо за внимание надеюсь что вы все-таки отреагируете на нашу работу и тоже будет у нее какой-то спрос и запрос вот всего доброго рад с вами был увидеться спасибо спасибо Продолжение следует...